Дорогие друзья, сегодня мы публикуем запись беседы с Талгатом Тайшановым. Изначально мы планировали провести эту встречу в режиме прямого эфира, но, к сожалению, технические ограничения пока не позволяют этого сделать. Поэтому сегодняшняя беседа выходит в записи. Однако мы планируем продолжить наши встречи и призываем вас принять в них участие, написав ваши вопросы к Талгату Тайшанову в комментариях к этому видео. Ответы на самые интересные из них мы услышим на следующей встрече. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Талгат Тайшанов, кинооператор, режиссер документального кино, педагог факультета киноискусства и телевидения Казахского национального университета искусств Казнуи, один из героев нашего документального фильма «Миссия Дэйдедау». Добрый вечер! В эфире редакции DK Media World. Разрешите представиться. Я Ольга. Я Наташа. У нас в гостях сегодня Талгат Тайшанов. И беседовать мы будем о его профессии и результатах, которые очень многие из вас видели и хорошо знают, а некоторые вещи не знают вообще. Мы поговорим о фотографиях, которые делал Талгат. Сегодня мы решили ограничиться фестивалями в Каннах, в которых принимал участие Талгат, а также был участником Димаш. И начнем мы с показа первой фотографии. Попросим Талгата их прокомментировать. Если вы позволите, я хотел немного выступление сделать. Ассаламальхум фурмитто до стар, фурмитто DK Media World, фурмитто Наташа, Ольга. Добрый день, вечер, уважаемые друзья. Редакция DK Media World. Мне приятно общаться с вами. Тем более, тема сегодня нашей встречи – это наш любимый, всеми любимый, уважаемый, казахстанский приветствий, композитор Димаш Дайберген. Спасибо большое за приветствие. И мы попросим вас сначала рассказать, что мы видим на этой фотографии, кроме вас. И Димаша, где это, что это, как это для наших зрителей? Это 2017 год, город Канны, Франция. Международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль. Недалеко за нашей спиной находится сам дворец, где проходят все фестивальные мероприятия. Димаш как раз приехал, мы встретились здесь, наша делегация была. Вот буквально вышли погулять, и мы здесь сделали такой снимок на память. Но здесь еще есть большая делегация наша. Это находится на… Ну, в Канн-так, если я смотрю на фотографии лицом, то с левой стороны находится море, за нашей спиной находится сам дворец, фестивальный дворец. И здесь находится небольшая такая аллея, где мы прогуливались. И шли в ресторан, где мы хотели поужинать, где у нас было мероприятие. За планирование это в честь открытия национального павильона. Я бы хотел сказать, что здесь на Канн-такском фестивале работал национальный павильон Казахстана, республика Казахстан, которым занимался Казахский национальный университет искусств под руководством нашего ректора Айман Хожебекин и Мусахаджаевой. И я непосредственно отвечал за работу павильона, за организацию павильона со стороны Казахского национального университета искусств в кафедре кино и телевидения. А расскажите нам, пожалуйста, как получилось, что Димаш там оказался? Вы отвечали за павильон? Да, дело в том, что за павильон отвечали, у нас в этом плане было четкое разделение, такая зона ответственности. За павильон отвечали другие люди. Я отвечал за нашу команду, команду из Казахского национального университета искусств, с кафедрю кино и телевидения. И наша задача была фиксировать все, что там происходит. Кроме меня, со мной были два моих помощника, асситета. Один студент, другой молодой преподаватель. И наша задача была фото, видеосъемка этого мероприятия. Димаш как раз прилетел, вот как раз он приехал после победы Чанше Аймсинга. Вы видите, здесь он уставший, худой, но счастливый. И он в составе нашей делегации, так как он являлся студентом в то время Казахского национального университета искусств, поэтому он был в составе нашей жюри. Так как уже его начали узнавать. И для нас было очень важно, чтобы Димаш был в нашей команде. Какой это был месяц? Это был мае месяц. Традиционно международный Каннский кинофестиваль проходит в мае месяце. И фотографий там, знаете, вот сейчас под рукой у меня нет, но я могу посмотреть и вам точно сказать. То есть это было сразу после возвращения с этого конкурса известного, правильно? Да, да, да. Он в фестиваль приехал, по-моему, в апреле месяце. И потом мы поехали, ну, я поехал чуть раньше со своей группой, он приехал чуть позже. Дело в том, когда фестиваль проходит, когда национальный павильон, мы потом проводим вечер кино и культуры Казахстана. И в рамках этого вечера наши артисты выступают, звезды выступают. И в данном случае у нас была Айма Хожебек сама выступала. Плюс там были ансамбль скрипачей нашего университета. И в том числе Димаш Хлеберген. Большая ли была делегация университета? Группа не очень большая. Мы, конечно, хотели бы, чтобы побольше студентов взять. Но есть определенные ограничения в бюджете, поэтому у нас не так много людей было, скажем так. Вот на данном фотографии, вот с левой стороны, то мы увидим вот эту набережную, где находятся вот национально павильоны других стран. Идет с левой стороны Айма Хожебек на Мусахаджаева, народная артистка Казахстана, артист мира, известная скрипачка и вот Димаш Хлеберген. Они только что вышли с красной дорожки к Каннскому киносестивали. Вот дворец находится сзади. И мы их здесь встретили. Вот здесь я встретил и сфотографировал. Ну, мы ждали, но они появились неожиданно для нас. То, что было, сфотографировал. Но она получилась очень такая жизненная, настоящая. Да, и вот, я так понимаю, мы видим слева вот эти павильоны, да? Которые из разных стран были, да? Да, да, да. Здесь разные павильоны из разных стран. Удалось ли вам познакомиться с какими-то иностранными делегациями, которые представляют другие страны? Было ли у вас какое-то взаимодействие с кем-то? Конечно. Дело в том, когда мы едем, мы не просто едем отдыхать или что-то как бы показать себе, погулять. У нас это национальный павильон. Перенеслить – это очень конкретная задача. Мы работаем. Во-первых, мы приглашаем всех заинтересованных продюсеров, кинематографистов мира прийти на наш павильон, где мы проводим презентацию своего факультета, своего кино Казахстана, где любой желающий из кинематографистов, продюсер может узнать информацию про Казахстан и про казахстанское кино. Кроме этого, на Акадском фестивале проводится много, уйму мероприятий. Каждая страна проводит разные мероприятия. И мы имеем возможность посещать, здесь проблем нет. Есть вечеринки, которые закрыты, скаркопультурные вечеринки, а вот рабочие встречи, рабочие там показы, проблем нет, мы имеем возможность. Но есть другая проблема. В частности, для меня. У меня есть определенное такое ограничение языковое. То есть я-то в разговоре-то и говорю, но вот свободно обсуждать о кино, это бывает сложно. Поэтому я старался проходить там, где был русскоязычный или где был переводчик. Мы больше времени проводили на показах и на кинорынке. То есть в профессиональном плане это очень такое, как сказать, очень полезное мероприятие. Конечно. А вы приезжаете каждый год на Каннский фестиваль? Или это все-таки единичные мероприятия? Здесь очень важный вопрос. Сейчас я хочу ответить на предыдущий вопрос. Какая польза? Мы на этом Каннском фестивале презентовали свой студентский фестиваль ОШХН. И благодаря вот такой презентации ОШХН мы нашли киношколы, французские киношколы, ФАМУ в Праге, Нью-Йорк Фильм Академии. И таким образом у нас была очень хорошая такая кооперация была. С вашего позволения я покажу следующую фотографию. Там как раз более видны павильоны, эти международные, и родители Димаша. Если вы нам расскажете, как это... Да, вот, вот, видите. Вообще, это была интересная поездка была. Но это поездка я не был знаком с родителями Димаша, Светланы и Харатом Альбаевым. Когда мы вылетели с Астаны, у нас самолет делал пересадку транзит через Москву. И в Москве, в аэропорту, во время транзита, в ожидании своего рейса в Ниццу, мы познакомились с Харатом и Светланой Альбаевым. Я до этого не знал их. И это была неожиданная такая встреча была. Ну, они тоже увидели, что мы едем, что мы с Казмыей. И поэтому у нас очень хорошее такое уважительное отношение сложилось между нами. И вот мы вместе полетели в Ниццу. С Ниццы нас встретили. И потом мы вот поселились в Каннах. И мы жили в одном отеле. Мы общались. Вместе ходили. Вместе гуляли по городу. И вот это место, это, видите, павильоны, национальные павильоны стран, которые здесь имеют свою площадку, где могут представить свои фильмы, проводить свои встречи. То есть там было все довольно спокойно, и общение шло, так сказать, между представителями этих павильонов, представителями стран, то есть людей, которые связаны с этим фестивалем. Да, конечно, конечно. Поэтому это очень важно, что страна имеет, презентуя еще свой туристический потенциал. Вот следующая фотография. Там мы хотим остановиться немножечко дольше. Эту фотографию, я думаю, знают практически все фанаты Димаша, потому что она всем очень нравится. И мы попросим вас здесь рассказать, остановиться на том, как получилась такая атмосферная фотография. Где это, и как вам удалось ее сделать? А это действительно удивительная фотография для меня. Она имеет свою такую, свою историю. Дело в том, вот когда мы в этом месте находился ресторан, где мы ужинали, и когда мы пришли, там много людей было. Ну, наши делегации были там, и эта набережная, это пляж уже. Ну, что там пляж, вечером, профада, и много людей было. И Димаш вышел вот из этой толпы, вышел на берег, и он что-то остановился, и начал куда-то, посмотрел, да, и замер. Ну, для меня, как для фотографа, скажем так, это была не очень удачная позиция, потому что, если вы видите, сзади закат солнца, сзади идет освещение, закат солнца, он в темных очках, в темной одежде, смотрит в противоположной стороне от заката, то есть лицо у него, получается, провалится, как-то в темноте. Ну, мне здесь еще не повезло, что там села чайка, она мне мешала, страшно мешала, я хотел прогнать, но я боялся вот потерять настроение Димаша. Я сделал несколько снимков, и мне показалось, что снимок не получился, и эта фотография у меня находилась практически долгое время, как бы, ну, без движения, скажем, у меня лежала в файле. А потом, со временем, я начал смотреть, и я в какой-то степени, может быть, понял состояние Димаша, который столько времени провел в Чаршай, в этом конкурсе, безвылазно, под камерами, выступлениями, уставший, потерявший вес, видимо, на какой-то момент, он, наверное, думал о чем-то своем, от этой суеты отошел, и я смог вот этот момент зафиксировать. Ну, я думаю, самый главный здесь фотография настроения Димаша. Ну, да, вот, она удивляет тем, что в Ницце, я не знаю, каждый, кто там бывал, знает прекрасно, что там просто нет свободного места на пляже, нет свободного места на дороге, особенно во время Каннского фестиваля. И здесь, конечно, вот закат, это не ночь, и он стоит один, вот то, что вам удалось его так поймать. Ну, это буквально, вот я, для меня вот эта пауза была, ну, две минуты, наверное, вот за две минуты куча в голове мыслей была, и вот я успел поймать вот эту часть, например, кроме чайки, которую, так и улетела чайка. Ну, очень красивая фотография, и да, мало людей в воде, наверное, было еще холодно, да? Люди купались, ну, какой-то момент, вот я просто вот поймал момент, когда они просто отошли в сторону, ну, буквально на минуту две отошли, и я поймал вот момент, а так-то действительно там, на Каннском фестивале, особенно вечером, ну, днем понятно, а вечером еще позже, ну, люди, извините, сидят в ресторанах, ну, понятное дело, пьют разные напитки, и, как говорится, почему не искупаться? Да, Канны, кто там бывал, это, да, очень оживленная улица как раз, променада возле, вдоль моря, где сплошь рестораны и отели, и вот буквально вот, вот этот парк, в котором застилают, я так понимаю, траву вот этим розовым настилом и ставят палатки. Сколько дней длился этот фестиваль? Вот сколько, сколько времени вы там провели, сколько там был Димаш? Вот когда каждый раз я выезжаю на фестиваль, ну, вот в 16-м году, 17-м, 18-м, 19-м году, я всегда выезжаю на одну неделю, хотя там фестиваль длится на две недели, и дело в том, для меня важно поехать, организовать работу, выполнить основные презентации, выступления, организации, и провести, вместе с командой, провести культурный вечер, кино Казахстана, и после этого как бы начинается вторая составляющая часть, где уже время свободно, ну, для меня и для ректора тоже в том числе, есть куча работ у нас в Казахстане, поэтому мы первую неделю там и улетаем. Димаш приехал на короткое время, а потом уже прошла презентация нашего национального павильона, культурный вечер прошел, когда мы пригласили разных людей, и после этого Димаш уже занимался своими проектами, видимо, встречи проходил, и здесь уже мы дальше не встречались. То есть это была его первая поездка, как мы сказали, сразу после конкурса. А были ли там какие-то уже замеченные поклонники, Дирс, люди, которые узнавали его вот сразу-сразу после конкурса, или тогда их еще не было? Вы знаете, вот когда вот первый раз поехали, вот в 2017 году, здесь такого ажиотажа не было, ажиотажа не было, поэтому спокойно Димаш ходил, и здесь, когда он уже выступал, вот в нашем, ну, это культурный вечер, где шла презентация культуры кино Казахстана, там выступали наши артисты, и, конечно, когда он выступал, здесь, да, вот здесь он выступал, там, конечно, те зрители, которые приходили, которые не знали про Димаша, обычно в таких мероприятиях все ходят в руке, бокал красной вина, или шампанского, или белого вина, например. Каждый знакомится, и где-то на сцене выступают разные артисты, которые представляют. Но когда Димаш вышел на сцену, и когда он начал петь песню, конечно, там такая была чина была, гробовая чина. А потом овация. И здесь они начали узнавать Димаша, но до конца еще, они не понимали, ну, скажем, все, все, вот так, Димаш, потому что эта сцена, где он выступал, это была не концертная сцена, естественно, вот микрофоны, и вот сам зал, он был не приспособлен для концерта. Но тем не менее, Димаш с первых своих нот, первых своих слов, песни, он привлекал всех людей. Там ни один человек расставался в этом огромном пространстве, в котором разговаривали, и все поворачивались, ищи к сцене. А там есть фотографии, как зрители на него смотрят, как они реагируют, как они все снимают на телефон. Это интересно, да. Это первые шаги, можно стать его по Европе уже в другом статусе. Поэтому, как студент выступал, мы ездили, в разные страны ездили, где он выступал, а это уже как бы новый статус, уже в статусе звезды. Кстати, хочу сказать для наших зрителей, что мы планируем еще несколько встреч с Толгатом, где вот поговорим на другие темы, и расскажем, мы покажем также Димаша, как студента. Именно вот студента до его триумфа. Надеюсь, это будет тоже интересно. Хочу добавить, знаете, вот эта сцена, вы знаете, вот когда вы фотографируете, я вообще много занимаюсь фотографией, у меня всегда с собой фотоаппарат, и практически все, что происходит в нашем университете со студентами, или где бы я ни ходил, я всегда фотографирую. И поэтому для меня эта репортажная съемка, она является обычным явлением, ну, обычным составляющим частью моей жизни. То есть я без фотоаппарата на улице не выхожу. Я могу телефон забыть, но не фотоаппарат. В данном случае, например, вот сцена, где выступал Димаш, он не был предусмотрен для такой сцены. Димаш стоит на фоне черного экрана, и просто сзади белый камень. Но тем не менее, от этого наш Димаш все напрекрасен и выступает. И, кстати, вот здесь я хотел сказать, что вот, знаете, вот я с Димашем первое время выезжал часто за границу, я вот поражался его выдержкой. Например, вот когда я приходил сюда, например, меня чуть-то раздражало. Как я к организаторам говорил, вот вы делаете сцену, на этой сцене будут выступать люди, ну, там не только Димаш, там наш посол, ректор будет выступать, и на лица людей он должен попадать освещение, чтобы человек нормально смотрел. Сзади находится большой экран, а на экране должен что-то находиться. Вы поставили кактус непонятно куда. То есть, мне хочется все время как-то убрать, что-то сделать. Димаш в этом плане относился очень спокойно. Он выходил на сцену, и такой ощущение, что его это не касалось. Все, что вокруг, сзади него сидит, его как бы не касалось. Он со своим, как бы, песней, музыкой и со своими слушателями. Все остальное его, как бы, не касалось. То есть, он мог бы, я думаю, он мог бы выступить, ну, скажем, посреди моря или посреди пустыни, например, и он так же выступит, то есть, одинаково, как на любой крутой сцене мира, например. Ну, мне такое впечатление, по крайней мере, создалось. И я это мне всегда поражал его. Ну, видно, что он сейчас полностью погружен в исполнение произведения. Да? Вот он умеет отрешиться полностью от того, что происходит вокруг него. Да, да, да. А вот мне интересно, вот вы говорите, что вы стали свидетелем, например, вот поездки первой в Канны, да, где он уже после, как вы говорите, в другом статусе уже там выступал. А вот до этого вы ездили с ним в статусе, когда он был студентом. Заметили ли вы какую-то разницу в приеме публики тогда и до и после? Или это было то же самое? Знаете, вот он, когда студентом выезжал, выступал, ну, мы были там и в Сербии, и в Словении, и в других странах, и в Австрии были, зритель его принимал всегда, ну, скажем так, с восхищением и аплодировал. То есть, после Чанши то же самое было. То есть, отношение зрителей было как такое, ну, овации, борьбу встречали. Но после Чанши, он когда приехал, ну, вот данным случаем, первая с Канна приехала, еще его, Канна не знали, а вот встречу, когда он приехал, там уже другой, другая ситуация была, ему просто проходу не давали. И, я думаю, потом мы покажем фотографии, где вот в 2018 году, когда мы в Каннах были, и когда пришли вот Диэрс, Фанны, там их немного было, 5-6 человек были, мы, которые ждали его, с которыми сделали рисунки на своем теле, потом значок сделали, и для нас, и для всей нашей делегации, в том числе, для папы, Ханна, это было очень, для Димаш тоже, в Каннах, люди пришли, и его ждут, и это был удивительный случай, Блаха. Вот еще такой момент, ведь он тогда приехал после, после, после Айма Сингер, правильно, с ним тогда китайцы и стилисты, и вот эти продюсеры, очень сильно поработали, он очень изменился, я так полагаю, за месяцы, вот этой вот интенсивной, ежедневной работы, то есть он совершил скачок, а заметили ли вы в его там, манере держаться на сцене, или там что-то, какую-то разницу, вот вы видели его до и после, вы заметили какую-то разницу? Да, да, я Димаша знаю, еще когда он студентом был, когда бегал, бегал, ходил по университету, приходил на наш факультет, приходил на кафедру кино и телевидения, приходил, поэтому в этом плане Димаша, его образ, Лина, волосами, который вот есть врач, на первых, и он такой остался, он такой был, но действительно, после I'm Singer, его имидж резко поменялся, он стал стильным, уже один, там видно, что очень хорошо проработали, и стилисты, имиджмейкеры, то есть он в этом плане, внешне совершенно другим стал, то есть они открыли его, ну как алмаз, ежедневно, огранку делать же, и вот такую огранку сделал, и Димаша мы видим такой, какой связь есть, он уже, и тот Димаш, который был у нас, которого мы знаем, например, это две разные люди, я именно чисто внешне думаю, а вот внутреннее состояние Димаша, потом же я встречался с ним, и после, уже в 2015 году мы с ним встречались, не только со мной, я видел с другими педагогами, другими студентами, он сидит в столовой, студентки столовой, кушает, обедает на перах, это было удивительно, там такой момент был, когда я зашел, проходил мимо студентки столовой, смотрю, Димаш кушает, а он уже известный, всемирно известный звезда, а у меня был постер Каннского фестиваля, я бы Димаш говорю, он говорит, я сейчас кушаю, вот сейчас говорю, я быстро побежал, взял маркер, и у меня был постер, я прибежал, и разложил этот, ну извинился, конечно, перед всеми людьми, кто сидел, и все начали смеяться, ну как, я педагог, беру автобраф у студента, я взял автобраф, все надумывались, я взял автобраф, он говорит, ага, ну я бы сказал, я пришел бы там, пришел бы поставить, а нет, Димаш, я поставил, и вот ты извини, что я тебе во время обеда говорю, потому что, несмотря вот на это звезды статус, он остался вот внутренне, искренне, и, и поэтому, вот почему, Диарс, Диарс его, как бы любят его, и ценят, уважают его, например, и не только вот за пределами нашей страны, в нашей стране к нему относятся очень почтительно, несмотря на его возраст, потому что он, каким должен быть человек, мужчина скажет так, это очень важный момент, и за это его любят, за это его уважают в стране, за его искусство. Я хочу сейчас показать фотографию, это еще тоже 2017 год, вот, семья. Да, 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 вообще момент интересный, вот такой там, ну вот старт, по прессе настал, которую установили, где мы фотографировались, и здесь уже, когда Димаш выступил, и после этого, вот я говорю, вот все люди поняли, что перед ним стоит тот Димаш, и подходили фотографировать, и мне было в какой-то момент сложно семью фотографировать, папу, маму, и сыночек скажут так, и вот здесь видите, видите, вот Димаш уставший, абсолютно уставший, молодой человек, который уже, он вес потерял, уставший, и он, как он держался, я не знаю, он, ну, весь вечер отработал, выступил, общался с людьми, он с нами был, с нами начало, и до конца было, это вечер был, ну, и счастливая мама, там, ханат, отец его, рядом с своим сыном, которые гордятся его, любят его, и вот эта фотография была дною сделана, ну, протокольная какая-то фотография, семейная фотография, которая сделана, это вот тоже, ну, кстати, интересная фотография, в данном случае, вот слева, если брать слева, стоит Рашид Нугбанов, вот, самый слева, видите, Рашид Мусаевич, Нугбанов, это известный, казахстанский, речер, который снял, культовый фильм, Игла, Соем, Виктором Соем снял, кстати, он гражданин Франции, гражданин Франции, и он является президентом национальной, ну, тогда был президентом национальной академии кинематографических искусственных наук Казахстана, и вот большую работу он проводил по организации мероприятий, Каннский фестиваль, я работал в его команде, под его руководством, скажем так, но моя зона была ответственной, это заниматься нашей делегацией, презентацией наших проектов, скажем так, ну, здесь Канатов все знаете, ну, Димаш, и вот самый с края, справа, стоит Алпамус Шаримов, это вот продюсер Димаша, который вот справа стоит, ну, подняк голову, Алпамус Шаримов, вот я их поставил как бы это люди, которые в данный момент в нашем национальном павильоне и вот на этом мероприятии они были и презентовали наш национальный павильон и наше казахстанское кино и культуру Казахстана. Ну, вот для меня, как постороннего зрителя, да, эта фотография имеет два настроения, два человека в центре, два человека по бокам. Очень серьезных два человека в центре, и очень и не очень серьезных и очень не серьезных два человека по бокам. Очень такая интересная фотография по настроению. Да, да, да. И теперь вот вы вот совсем потрясающее настроение, где оба просто открыто улыбаются. То есть, то есть. Что есть, то есть. У вас хорошее отношение с Димашем, это так вот чувствуется. Вы знаете, очень уважительное отношение. Я вообще Димаша много фотографировал. Не знаю, почему, но как-то так получилось, что когда Димаш выступал, я много кадров делал. Поэтому, ну, человек притягивает к себе. И я еще раз говорю, вот если бы его не было вот этой энергетики, я думаю, не было бы столько его в Диарс во всем мире. Вот такой. Он улыбнулся, обнял, вот его объятия, когда он обнимает, когда он здоровается, он уже не просто подходит, здравствуйте, как у вас дела, там. Нет, он подходит, такое ощущение, как будто вот только ты родной его человек, как-то так. И вот всегда он видит, что, например, бывает момент, когда вот в одной стране, когда он попросил, мне, например, не снимать репетицию. Я не снимал. Хотя, например, скажут, почему не снимать, это моя задача, не снимал. Или, например, в университете, он был в университете, я снимал на телефон, снимал, и он попросил это видео не публиковать. Я не публиковал, но потом я отправил Ханату, я Ханату сказал, Ханату говорю, вот Димак попросил меня не публиковать, но дело в том, возможно, пригодится. А если он в моем телефоне находится, то он может каким-то образом где-то оказаться, не нужно вместе и написал что я удаляю со своего телефона в этом плане очень уважительно отношения и искренние отношения а вот если например репетицию нельзя там снимать или выкладывать никогда не объяснять почему вы знаете вот когда другие мне говорят я им говорю на при вы знаете были там и работы я из-за этого приехал там сколько-то 1000 лет пролетел салматы в канны чтобы просто здесь гулять гормая работа снимать вот когда димаш просил не я не задавал вопрос такой я от него не требовал объяснение причины с одной стороны с другой стороны я ему не говорю что вот я приехал я должен снимать но вообще вот интересно то что у педагога к студенту особое отношение а вот говорите что вот другим мы бы не объясняли например выполняли бы свою задачу конечно это моя моя работа мне для этого отправили командируем я это работа буквально именно репетиция проходит интересные вещи на ты или вещь повторять уходит потом ну там просят звук добавить или свет убрать то это сама работа с рук она намного бывает иногда интересен зрителю за кулисе скажем так за кадром как это происходит а концертная часть понятно это шоу свет все блестит горит фейерверки человек выходит песню а какая работа проходит до этого зрителям интересно поэтому я старался стараться мы больше снимали и быстрее снимали ими репетицию ну да потому что сам процесс создания он очень интересен вот я не знаю наш фильм дайди дао миссия дайди дао люди смотрят смотрят и все время благодарят за то что показали как сколько всего и как много труда было вложено и сколькими людьми чтобы сделать вот это одно выступление на эти пять минут когда исполнялось дайди дао на конкурсе вот это вот все моменты до костюмы кремеры техника до репетиции вот это вот все и ты тогда понимаешь насколько сложно и насколько много всего нужно сделать чтобы состоялась это очень красивое выступление длиной в пять минут знаете вот вот вы сейчас напомнили мне вот миссия дайди дал дел там для меня человек который профессионально занимается вот кино и телевидение заниматься достаточно долгое время знаете вот ваш фильм он искренне и я даже для себя многое узнала я тоже например историю про костюмы про костюмы не знал как вот костюмы ему готовить как костюмы доходили дошли до спины димаша я знал свою свою часть знал это я не знал как другие музыканты добирать потому что мне же подключили по сей момент поэтому этот фильм он очень талантливый фильм и очень искренне сделаны и поэтому интерес к ним большой вы показали как вот одно выступление и сколько людей было задействовано в этом данном выступлении и на острие этого находится наш димаш безым димаш не он уходит на сцену он берет в руку дом бра рядом сидят его друзья наши студенты музыканты магистранты сидят наверх и весь зал и он один а за его спины находят столько людей которого так держали кстати когда вот я там был чаще меня принимали за папу димаша почему-то думали что это папа и димаша и когда заходил там мир стояли мне хлопали в ладоши просили автограф и я говорю не изначально я не понял а потом когда мне объяснили мне даже неудобно стало а мои коллеги смеялись на ноги долгат ну подпиши подпись откуда не знаю что папа я вну папаш прийти у ханат город они все равно не разберутся что ты что ханат одинаково лицо в ягода не неудобно но это так и есть но посмотрите если другая нация с которой ты мало сталкиваешься да ну как-то тяжело очень отличать чисто внешне сейчас хана то все знают на тогда что хана что я одинаково лицо ну да не только димаша узнали и здесь вот приезжают еще люди из казахстана да ну тоже думали на родственники наверное не было своя минута слова об этом об этом кстати обязательно поговорим в еще одном включении ну давайте опять вернемся на лазурный берег франции годом позже 2018 год и здесь уже есть особые изменения по сравнению с тем что было в семнадцатом году и это самое большое изменение состоит в том что это кстати вот территория нашего национального павильона который примыкает вот побережью мы находимся наш павильон охотче правее вот правее метров 15 проверьте на 2 см от правее находится я убил взять люди я сначала не понял что за группа и они смотрят наш павильон ну я так незаметно как вроде бы незаметно боковым зрением прохожу мимо и вижу знакомые вот фотографии димаш написано димаш в этом репаре на не было где-то еще не пришел канат был потом я подхожу к слушатику там гору девушки женщин стоят бороться рисунков димаша ночком димаш плакатом сервер и мы пришли и увидели вот всего шесть человек стояли а потом когда димаш пришел вывод димаш 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 дым мы показали димаш показал его папе и вот так искренне радоваться потому что это ему было действительно когда уже во франции наказка фестивале его специальные нашли и пришли и этих людей которые все сил было мы специально пригласили на закрытую вечеринку в один из лучших ресторанов города каны где они смогут да вот я хочу показать вот где димаш раздает пригласительные билеты я так понимаю вот димаш раздает и мы специально пригласили на эту вечеринку и они пришли потому что для них это вот первые они с первых когда фан движения димаш скажем позорос скажем актер хируса это все мои фотографии для вас это стало неожиданностью наверно да конечно потому что человеком ходишь мы знаем что он стал знаменитым но что вот так люди за ним ходили вот так мы только видели это только звезды там и паскевич там или кто-то еще софи варен такого воздействия наш димаш стал уже популярным в каннах и специально к нему пришли люди и сделали определенные рисунки на своем теле нарисовали рисунки на теле это вот рози которая владелица рисунка на теле татуировка а как он принял вот это вот новые проявления славы был он смущен был он очень рад или вот что вы заметили как вы на тебе да я я думаю был очень рад потому что я думаю для любого артиста горстка человека такое проявление отношения к его творчества к его персоне я считаю это очень вас я вам сейчас хочу одну историю сайт про чаша возвращать так получил что чаще я жил на первом этаже ну там коттеджа типов я же на первом этаже дима жил на верху жил и все время там на улице или люди стояли которые ждали его и когда он уезжал и он всех обнял и потому что он как они ждут меня живет его начал обнимать всех и те просто были в восторге то есть он для него вот эти люди это не то что на миллионы на поклонник а для нее каждый миллионный человек вот ну я условно в этом каждый человек он является для него единственный человек сам не ожидал и гордость вот его сына имя девушка француженка в афганах на своем теле нарисовал это же поэтому сейчас это не скажем случается поэтому димаш не относится очень ему это нравилось ему это нравится и он очень уважительно то есть каждому своему гирс для него это каждый это отдельный человек это личность не то что массово поэтому вот это отношение очень важно и когда с ним фотографируется например не надо думал что он устал человек он действительно устал глуматался хотя так того взять я понял я опять возвращаясь когда он приходил гримерку и кушали ему грудь и поесть хоть а там приносили пачку фотографии и он подписывал подписывайте все эти автобус ставил потому что он знал что там люди ждут его это наш национальный павильон и вот на этой фотографии два великих сына казаха казахстана это вот великий с левой стороны великий актер асаналя ашимов ему в этом году исполнилось 85 лет буквально две недели назад по республике отмечали его 85-летний юбилей человек который нет человек который просто не знал бы про его творчество про его самолет и конечно димаш флайберген красные глаза когда он димаш увидел расплакался растрогался потому что он понимает какой силу все идет димаше димаше да это проходила плен и как говорится через тернии к звездам у нас уже его критиковали и здесь я такой поставил и двоих сделал фото вот такие фотографии сложный дел когда людям куча людей все хотят сфотографироваться куча людей поэтому здесь приходится на вот вот расскажите как вам это удается потому что вот я признаю попробую кого-нибудь сфотографировать все же бегут сразу же сложный и сложный момент отметимаша откуда-то пусть даже в полтора метра от тебя стоит оттуда его оторвать и поставить возле стены например это сложно вот почему я фотографирую вот за эти цены мне важно было зафиксировать двух человек мне здесь самое такое конечно было бы здорово если сфотографировать на фоне красной дорожки два овца там или на фоне яхты ну вот такой возможности мне не было и я сфотографировал вот на таком нейтральном фоне мне нужно улучшить сфотографировать действительно сложный процесс сфотографировать популярного человека это очень сложно вот есть фотографии где-то кучу людей например вот сейчас покажите вот вот там куча людей вот кстати вот сзади находятся вот китайцы они тоже там ждали димаша и эта команда да наташа можешь рассказать немножко ну то что я знаю что это китайская команда димаша которая сопровождала его на протяжении всего конкурса а машинка в китае вот мы покажем вот многие не знают это че стилист димаша который у него появился на третьем туре и который уже сопровождал его потом не только весь а им сингер но и оставался дальше вот на бастау он тоже приезжал вместе шок и джоэн и они помогали его готовили его к выступлению на бастау концерте то есть вот это его китайская команда кстати у них не было аккриптации у них не было аккриптации поэтому вот маленький заборчик один находится за забором забор находят оснано шива со своей супругой да действительно вот и вот я смотрю действительно когда вы говорите за забором действительно это теперь это стало понятно да поэтому здесь этого не было их не пускали а как вы общались через переводчика или факта и если не общался и мы общаться поэтому здесь такой очень без проблем было но они общались а переводчики были люди были а то есть у него был переводчик или на английском это было там с ним рядом был тогда был этот помысл и я помысл свободно владеет английским языком и тогда димаш тоже неплохо владеет английским языком они общались теперь вернемся все таки к этой фотографии к этому павильону вот здесь очень такой димашка пришел у нас на павильон так получил что это рядом оказался узбекский павильон поэтому мы были соседи здесь как раз вот асанла шимбал наш известный актер которого вверх ты зависит уж хорошо знает нашего ректора знает кстати наш лет в данное время находится ташкенте надо этом концерт большая делегация и они пригласили вот пойма хожебекона асанла шила свой павильон и как раз димаш пришел ему димаш тоже пригласили туда там было много людей там был и димаш это такое как его спел но теперь мы перемещаемся к вечеру и опять у нас серьезная очень фотографии димаша что происходит почему у нас такой серьезная вот почему интересные на репетиции людей как бы естественно я студент тоже прошу снимать репетицию на репетиции человек он как бы расслабленный спокойный он не напрягается а вот концерт а человек уже выходит перед концертом встреча и человек становится уже все его мысли все его вот голове действий он же знает чем бы заниматься поэтому здесь уже димаш был настроен это закрыта вечеринка и димаш зашел и он понимал что выступать и уже уже у него здесь были они были его знали его карауле ли ждали и вот 6 женщин которые как мы видели они тоже здесь более поэтому и мажь и лучше сосредоточен ну как-то на какое-то мгновение остался один я его сфера херу такой сфера херу мгновение а потом уже подходили люди фотографировали с ними брали автографы ну вот я пойму тот момент когда он оказался на какое-то время один со своими мыслями да это момент вот подготовки когда максимально сосредоточен артист перед тем как выступить и потом вот идет выступление здесь вот видно сколько сил тратится физических на на вот выступления сколько я помню вот на все выступления даже студийский он полностью отдается отдать полностью силы энергию дает хотя мог бы и напрягаться зал небольшой зал неподготовленный и скажем так не все зрители могут понимать вот насколько его голоса есть он всегда отрабатывает на все 100 200 процентов а как вот там вот проходила это все он репетировал еще перед этим перед этими выступлениями вечерними или или все-таки это шло сразу надо на мероприятие которые проводили там как такой репетиции не были пришел человек посмотрел где что находится микрофон находится уже профессор понимает что здесь уже какие-то вещи есть вещь которую невозможно изменить вот сцена вот микрофон вот колонки это не концертная площадка эта площадка для презентации этих мероприятий и в том числе вот есть сцена где есть возможность артистов ну вот мы покажем вот этот зал в котором проходило выступление видно что зал небольшой но тем не менее вот на полос ты адресерные динамики какая-то аппаратура все-таки есть обычно вот аппаратуру зовут где проводят разные приемы здесь люди выступают не что там кажется даже сцены нет правильно нет такой ровный зал на самом деле зал большой зал по-моему на 200-300 человек мест на мир не стулья расставлены так как он ровный поэтому остальные задние части чтобы людей не видно мы вот видим там держ присутствует да вот звуки на вот слева вот я вижу что это гирс вот цветы принесли ему да вот там сзади вот тоже знакомые то что они присутствовали на этом концерте да 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 6 человек присутствовали и им дали крысе и билеты присутствовали имели возможность сферить послушать но видно теплая атмосфера вот потому что все вот счастливы особенно вот женщина впереди ну прям очень интересно даже босиком да да даже туфли сбросила видно вот люди все в порыве да вот все лица очень интересная то есть не не каменная сцена да вот покажем убранство этого зала я не знаю адами кто она это флот в отель кстати очень крутой хороший отель где димаш жил и здесь он фотографируется с нашей актрисой это кино актриса театра кино и кино и телевидение комбат наша актриса наша актриса и вот следующая фотография здесь я думаю вы нам сможете немножко больше рассказать ну здесь я сам родной благодаря вам и уже многие знают меня но здесь как раз рядом с нами находится вот я лану рухаметов кстати вот известный казахстанский молодой талантливый еще его фильмы идут на во многих странах проход кстати прошлом году практически один месяц фильм канакрады дорога времени шел прокате в опрации это шел прокате в кусани топе шел и вот перман он была членом делегации был на каска фестивале составе работа на цена павильоне на цена павильоне он делал презентацию своего проекта который последствия потом снял и тоже на этой вечеринке все наши члены делегации астанские конферкции присутствует и принимают участие ну и конечно мы димаша любим не нашли время и возможность расформируется на память и дима здесь как бы вот со своими родными людьми которые он ведь и искренне улыбается и мы сделать такой хорошей фотографии да очень приятная все улыбаются из графе где он находится в другой среде где в среде застолье ведь фотография не публикую и никому не давал потому что не каши эта фотография на чуть-чуть другого характера другого типа если димаш сам захочет то он может меньше пулькова поэтому в оставить и для мемуара когда-нибудь и массы нравится и захочет вспомнить каким он был студент когда уже все равно что было в юности и даже вспоминается как интересный анекдот у меня вот провел фотографии есть фотография где я ставил его известный итальянского фотографа грациана аричи и вот слева на стоит известный итальянский фотохудожник грациана аричи и вот он проводил у нас мастер-класс студентами я как раз сопровождал его вместе мы эти три дня мы были и вот здесь фотографии сделал когда я мы вышли с мастер-класса почему мы уже после обеда и выходим который в наш коридоре сидит димаш и макс я говорю вот процент на это наш супер наш студент талантливый студент говорю ну димаш скотни и зачем так я вот давайте страхируем вас были и вот просто вот и стены я фотографирую мне тогда фотоаппарат был не очень хорошая но тем не менее я фотографировал потом его опубликовал и грациана был безмерно рад потом мне поблагодарил за это вот таким образом оказался в кадре у меня меня всегда с на 8 когда я вижу его фотографирую это сказали очень хорошую фразу что камера его любит скажите это была инициатива пригласить димаша в делегацию вот когда вы ездили в каны и семнадцатом году и восемнадцатом году это может быть ректор кто так решил что и конечно 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 команду отказные вот такие поездки формирует по согласованию с ректором и его позже видно нас сама утверждает состав делегации а какая роль была димаша в этих двух поездках он же вроде бы как не играл в фильмах саундтреки тоже не пел кроме димаша у наши нас к фестивалю это не только кино же там ждет продвижение культуры страны же и в любой делегации это касается и только наши делегации в любой страны когда проводят культурные мероприятия презентации стороны той или иной страны лучшие представители пуском шоу-бизнеса артисты они там выступают и концерт и в этом плане димаш выполнял свою часть работы его функция была вот в этом по приглашению ректора должен был представить казахстан там были и другие артисты национальных инструментов которые дом бра другими инструментами они играли музыку играть это представление культуры культуры казахстана национальных костюмах музыкальных инструментов на вот один вопрос а вы тогда почувствовали что его знали знают не только в казахстане семнадцатом году восемнадцатом вы увидели фанатов а как другие павильоны были какой-то вот ощущение что они его уже знают или это еще все таки был известный для казахстана певец или и дирс были вот первопроходцами таким ледоколом до ледоколом знать вот когда вот семнадцатом году димаш был буквально напротив нас в метрах 20 находился китайский павильон почему-то они даже димаше это киномотографисты до сих пор видимо они тогда не поняли кто такой димаш видимо они не смотрели телеканал и не смотрели а им сингер программа поэтому они на димаш как-то не отреагирую никаким образом для нас это было какой-то степень шок был как китайцы там весь китай там на ушастый а здесь китайский павильон никакой реакции нету поэтому момент такой был на тот он проходил спокойно ходил а вот 2018 году когда появились дирс вот эти шесть человек для нас это было ну мы поняли что уже за димаш мох хочется имя хорошие слова не ищут его его ищут во первых чтобы найти димаш на найти национальных павильон казахстана они нашли казахстан а теперь там появится димаш не появится димаш еще не известно же они ждали кстати они были дисциплинированы в этом плане вот у нас тоже это удивило то есть они могли бы прийти спросить нас например там ну типа казахи где димаш сколько ждать его мы ждем такого такого не было они просто я ли группой смотрели увидите наш делегация флаг казахстанский мы находимся и они даже мы это я случайно заметил даже наш делегации не заметил они находились не проявляя назойливости правда вот этот для нас тоже было для казахов очень такой я бы словно неожиданный потому что у нас казах такой нет казах вид он сразу идет подходит на камеру начинать спрашивать если даже тебя не знает функционер будет спрашивать там и тогда там подобное здесь очень дисциплинированно стояли в стороне без всяких вопросов не шумели и я просто ходил и я просто вот первый из нас двигаться кто увидел потому что я с фотоаппарата хожу там графирую что-то делали а вот не заметили бы вы так бы ничего и не произошло я думаю я думаю кто-то 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 может быть заметил бы потом и мы я первый заметил и потом как бы проходил я увидел вот эти рисунки на теле значки которые нарисованы я сразу пошел там ханат был папа димаш я показал мы там наш делегат повел а димаш не было потом димаш пошел мы димаш повели сюда ну вот жрать и такая 6 человек сейчас представить димаша и рядом с ним 6 человек держит невозможно там у его рядом с ним будет всегда в аэропортах в отеле где он ходит на куча много дирс который окружает цветами я думаю те люди которые каннах были вы увидите они скромно стояли они стояли скромно там с открыткой там бумажки блокнот ушел автограмм взять а сейчас он появился бы там я думаю там уже он не прошел бы так даже вот китайский которые с ним ходили и даже их не пустили в них не было капитации попасть на каски всего это не очень просто очень жесткие требования самих организатор каннских фестивалях а как в этом году состоялся с вашим участием или он еще только собирает в этом году нашли все это не поехал не присутствовал то есть можно надеяться что может быть опять команда составе который будет димаш опять появится в каннах такое возможно как вы думаете я не могу сказать да и не могу садить потому что димаш если поэту я думаю быть своей программы думаю уже димаш двигаться перемещается по миру уже совершенно своим гастрольным турне двигаться я думаю это уже о многом говорит он выполняет сейчас огромную функцию несет имидж казахстана и культура пацана подвигает по всем мире и если в каннах появится то это было бы здорово супер был бы может быть он еще поехал еще и потому что он был на тот момент студентом я само собой само собой то что он студентом был и этот он я думаю артист он начинает он стал популярным китая стал популярным китае вот айм сингер и теперь после этого одна из первых поездок это его вот во францию в камне на дискрутых фестивалей и димаш прошел по красной ковровой дорожке это уже совершенно другое состояние когда переходишь из одного состояния студента потом переходишь айм сингер а после айм сингер европа то азия это европа вот мечтая мне кажется дима для дима что было очень важно появится к на и поэтому он во второй раз тоже согласился по их кранах потому что там не просто каны ну кроме этого и каната скрывал и говорил что они став свои проекты концепты проектами занимались продвижение вот именно димаша по европе поэтому здесь уже других не задача окраска сварочи таки наш фестиваль и в этом плане димаш нас поддержал казахстанский но поддержал и подержал наш повелик поддержал хотя мог бы отказаться усталость и никто надевал бы и даже не обиделся действительно в 2017 году когда мы увидели как он приехал в это больно было на нее смотреть он исхудал по моему сам городе что ли потерял что ли ну весь выженый это был совершенно другие потом он уже пришел себе отдохнул возле мамы побыл свою бабушку дедушка побыл поел мамину кашу так мамину еду 2017 год был сложным годом вот каны а потом сразу было бы стал отбаста он готовился очень интенсивно это же очень напряженная долго то есть это требовалось да 2017 год был очень для него очень интересно было спасибо большое вам за рассказ за эти истории и я думаю что мы встретимся еще и поговорим дальше о других этапах да большое спасибо очень интересно я думаю и нам и нашим зрителям да спасибо ну дорогие друзья наш гость дело в том что формат у нас получился не прямого эфира к сожалению по техническим причинам вот в этом есть свои плюсы вы все получите сразу же субтитрами и мы хотим попросить уважаемого толгата ответить на ваши вопросы то есть вы ничего не теряете вы можете задать вопросы в наших комментариях или написать в чате во время прямого эфира и мы надеемся что толгат нам ответит на ваши вопросы которые у вас возникнут после просмотра этого видео уважаемые друзья я понимаю что вот формат не позволил нам скам онлайн формате прямом эфире общаться с вами но я думаю в этом тоже ничего страшного нет я готов ответить на ваши вопросы воля озвучила в каком формате это можно сделать спасибо ваш толгат всего доброго до свидания до свидания спасибо но хотя у мы на